Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 30 августа. Житие святого благоверного князя Александра Невского. Святой благоверный великий князь Александр Ярославович родился в 1219 году, 30 мая, в городе Переиславле. Отец Александра Ярославович, великий князь Ярослав Севолодович, по отзывам его современников, был кроткий, милостивый, благочестивый, всеми любимый князь. Мать благоверного Александра, благоверная княгиня Феодосия, своим благочестим и подвижничеством еще при жизни своей приобрела от современников имя святой княгини. Благоверная княгиня Феодосия, дочь знаменитого русского князя Невске Слава Мстиславовича Удалова, скончалась в 1244 году. Под надзором благочестивых, нежно любивших его родителей и проходили детские годы жизни благоверного князя Александра. По тогдашнему обычаю его рано начали учить, а так как при воспитании больше всего заботились лишь о развитии в душе ребенка страха Божия и благочестия, то и учили благоверного князя прежде всего священным книгам, Евангелию, Псалтире, любимой в Святой Руси священной книге. В мудрых словах, которые наши благочестивые князья искали и находили себе утешение в самые тяжелые минуты своей жизни, когда ни от кого, кроме Господа, нельзя было ожидать ни помощи, ни утешения. Господь с детских дней готовил в благоверном князе Александре светильник, горящий верою и добродетелями. По свидетельству древнего писателя жизни благоверного князя, никогда он не предавался детским забавам и развлечениям. Любимым его занятием было чтение священных книг, любимым отдыхом – пламенная молитва к Господу, пример, который он постоянно наблюдал в лице своей благочестивой матери. Пением церковных песнопений услаждал он свою душу, постом и воздержанием укреплял и развивал свои телесные силы. Наряду с книжным обучением в княжеской древнерусской семье много внимания обращалось и на воспитание физическое, на развитие силы и ловкости, умение владеть мечом и копьем, ездить на коне и т.п., так как князь должен был быть опытным не только в подвигах духовных, но и в подвигах ратных. Должен быть не только воином Христовым, но и воином земным, уметь защищать святую церковь, и силы и слова, и когда это требовалось, силы и меча. И благоверный князь Александр, непобедимый витязь, как называли его современники, в совершенстве усвоил эту сторону княжеского воспитания, и для своих соратников был не только руководителем, но и образцом ратной доблести. Рано начинали подготовлять юных князей и к предстоявшей им правительственной деятельности. И здесь для благоверного Александра, высоким примером и образцом для подражания, мог служить его знаменитый отец, этот по отзыву современников, страдали за русскую землю, положивший душу свою за вверенную ему Богом в управление страну. Но недолго благоверному князю Александру пришлось жить под родительским кровом и попечением. Очень рано пришлось ему вступить на самостоятельный жизненный путь. Богатый в то время великий Новгород, владевший по всем теперешним севером Руси, вольный город, сам предписывавший себе законы и порядки, сам выбиравший себе князей и удалявший их, предложил княжеский стол отцу благоверного князя Александра Ярославу. Ярослав Севолодович принял это предложение, но не мог примириться с тем подчиненным положением, в каком находился князь у новгородцев. По примеру некоторых из своих предшественников, он стремился усилить значение княжеской власти в Новгороде, устранить беспорядки в жизни этого вольного города, и этим скоро вызвал против себя недовольство новгородцев. В 1228 году, разгневавшись у новгородцев за их непокорность, Ярослав Севолодович удалился в свой Переславль, оставив в Новгороде на попечении доверенных своих бояр двух малолетних своих сыновей, Федора и Александра. 5 июня 1233 года совершенно неожиданно скончался старший из княжечей, в то время как шли приготовления к его свадьбе. И благоверный князь Александр остался одиноким в чужом для него городе. Нелегко было его положение здесь. С одной стороны, свободолюбивые новгородцы хотели, чтобы малой князь не выходил из-под их воли, послушно исполнял их желания, считался с их вольностями и обычаями. С другой стороны, твердый в своих стремлениях Ярослав Севолодович требовал от сына идти той же дорогой, какой ушел он, заботиться о возвышении в Новгороде княжеской власти, не считаясь со вспышками недовольства этим новгородцев. Сколько от юного князя требовалось твердости, воли, осторожности и в то же время умение обращаться с людьми, снисходительно относиться к их взглядам и привычкам, чтобы, выполняя план отца, привлечь к себе доверие и любовь новгородцев, не хотевших от поступить о чем-либо из своих вольностей. Он жил здесь как бы между двух огней, всегда на стороже, успешно обходя все трудности. Им доволен был отец, его полюбили новгородцы, называли его наш князь и гордились тем, что у них княжет Александр, которого каждая русская область хотела бы видеть своим князем. И не одним умом, мудрым управлением привлекал к себе умы и сердца новгородцев благоверный князь Александр. Привлекали их к святому князю и его редкие душевные качества, а также наряду с духовной красотою, необычайная красота телесная, которая поражала всех, кто хоть раз видел благоверного князя. О том неотразимом впечатлении, которое производил благоверный князь Александр своей внешностью, в древнем его житии сохранилось следующее известие. В Новгород прибыл один из немецких рыцарей по имени Андриаш, пораженный дивной красотой благоверного князя Александра. Он по возвращении на родину в следующих словах передавал своим соотечественникам свои впечатления. «Я прошел многие страны, видел много людей, но ни среди царей, ни среди князей я не встречал ни одного, который мог бы сравняться с князем Александром». Такое же впечатление произвел величительный образ благоверного князя Александра и на страшного завоевателя Руси Батыя. Что же касается русских людей, современников святого Александра, то они, описывая внешний вид своего князя, подобно немецкому рыцарю, не могли подыскать сравнений с современной жизнью. По красоте они сравнивали благоверного князя с патриархом Иосифом, которого фараон поставил начальником над всей египетской страною. По силе святхозаветним судьей Самсоном, по уму с царем Соломоном, по мужеству и военным доблестям с древним римским императором Веспасианом. Когда благоверный князь говорил с народом или отдавал приказания своим воинам, то замечает современник, описатель жития князя, его голос звучал как труба. Но еще больше привлекал к себе благоверный князь своей духовной красотой, которая современникам его казалась такой же необычайной, как и красота телесная. Он был милости в паче меры, заметил лицописец. Милосердие представляло собой отличительную и наследственную черту в княжеской семье благоверного князя Александра. Ей отличались его родители Ярослав и Теодосия. Ей стяжал в себе общую любовь дядя благоверного Александра великий князь Владимирский Юрий Всеволодович. Ее заповедал предок святого Александра великий князь Киевский Владимир Всеволодович Мономах, великий древнерусский милостивец, привлекавший к себе всех своей щедростью и готовностью помочь каждому нуждавшемуся. Событий в Новгородске, при которой проходила юность благоверного князя Александра, особенно должны были содействовать развитию в святом князе этой унаследованной им от предков черты. Богатый торговый Новгород, вследствие не вполне благоприятных почвенных условий для земледелия, нередко страдал от недорода и бесхлебья. В такое время цена на хлеб страшно поднималась, и бедному люду иной раз угрожала голодная смерть. Подобное несчастье произошло в первые годы жизни благоверного князя Александра в Новгороде. В 1230 году, вследствие раннего мороза, в Новгородской области погибли все озимовые посевы. Подвоза хлеба не было, так как и в других местах Руси был недород хлеба. Незначительную помощь новгородцы могли получить от западных своих соседей, немецких купцов, которыми Новгород вел широкую торговлю. Но того, что могли доставить иностранные купцы, было слишком мало. За недостатком хлеба вначале есть мох, липовую и сосновую кору, желуди, потом принялись за конину собак и кошек. Но этой пищи не хватало. Множество непогребенных трупов людей, умерших от голода, валялось по улицам. Некому было позаботиться о их погребении. Каждый жил под страхом такой же ужасной смерти. Голод, казалось, заглушил в сердцах людей все человеческие чувства. Брат брату, отец сыну, мать дочери отказывали в куске хлеба. Родители продавали детей в рабство, только бы добыть себе этот несчастный кусок. Наконец, обезумев от голода и отчаяния, начали есть человеческие трупы. А некоторые доходили до такого неистовства, что нападали на живых людей, убивали их и поедали. Дороги и улицы опустили, каждый боялся выходить или выезжать из дома. Никакие казни не останавливали пойманных и увлеченных. Голод пересилил страх наказания и смерти. Всякий гражданский порядок приходил в разрушение. Начались грабежи, поджоги жилищ с целью отыскать какие-нибудь запасы хлеба. Началась братоубийственная резня. Благоверный князь Александр, тогда почти еще ребенок, переживал вместе с новгородцами все эти ужасы. И нужно представить, как они повлияли на его впечатлительную детскую душу. Но это несчастье не было единственным. Ни один раз повторялись в меньшей в мере степени или такие же бедствия. И позднее, напоминая собой пережитое, они вселяли страх и забудущее. Благоверным князь эти несчастья бедного людо вызывали к нему особую жалость. По свидетельству древнего жизнеописания, Александр Ярославович был истинным другом всех нуждающихся и обездоленных. Отцом, вдовисом и сиротом, питателем нищих и убогих. Памятуя заповедь спасителя не собирать себе сокровищ на земле, он щедро отделял нуждающихся. И из княжеского дома никто не уходил неудовлетворенным в своей просьбе. Наряду с страшными бедствиями Божьего наказания, благоверному князю Александру Живя в Новгороде приходилось много наблюдать и бедствий, происходивших от человеческого произвола и несправедливости. Свободный город, так дороживший своей вольностью, не всегда и не во всем был одинаково справедлив и заботлив. В народных собраниях, на которых решались все государственные дела, нередко под влиянием богатых людей проходили такие постановления, которые тяжело отзывались на судьбе людей бедных и справедливо вызывали с их стороны ропот и недовольство. Обижены не всегда могли найти защиту у людей, стоявших у власти, так как обычно эта власть, приводившая в исполнение постановления народных собраний, принадлежала тем же богатым людям. И нередко недовольство переходило в открытое возмущение. Враждующие стороны жестоко расправлялись с теми, кто казался им главным виновником. На Волховском мосту происходили ужасные зрелища, живых людей сбрасывали в реку, и только голос новгородского святителя, призывавший забыть вражду и злобу, а чистить себя молитвой от братской крови останавливал эту братоубийственную вражду. Новгородский князь не мог в таких случаях предпринять чего-либо для успокоения города. Он вынужден был оставаться сторонним зрителем происходивших ужасов, так как его вмешательство вместо успокоения могло бы вызвать еще большее раздражение. По новгородским взглядам, не дело князя вмешиваться во внутренние новгородские дела. Бывали затем случаи, когда повод к народным волнениям подавали и сами князья, и особенно их бояре и дружинники, не всегда справедливо относившиеся к местному населению. Много заботился благоверный князь Александр о том, чтобы его подчиненные в своих отношениях к населению не подавали никаких поводов к недовольству или жалобам. Мудрые советы давал он своим дружинникам о том, как нужно им пользоваться своей властью. От Бога, говорил он, получили мы власть над людьми Божиими, и в страшный день суда Божия должны будем отдать отчет в пользование этой властью. Огради себя страхом Божиим, помни этот день всеобщего воздаяния каждому по делам его, с осей справедливостью производите суды, не смотрите на лица и положение тяжещихся, будьте одинаково внимательны как к богатому, так и к бедному, наказывая виновных не будьте жестоки, соразмеряйте милости и наказания, ничего не делайте под влиянием гнева, раздражения и зависти, не забывайте нуждающихся, помогайте всем, творите нещадную милостыню, чтобы и себе заслужить милость Божию. Несомненно, что благоверный князь Александр не ограничивался лишь подобными наставлениями, но помня завет мудрого своего предка Владимира Мономаха, советовавшего князю во все вникать самому, не поручать делать другим того, что сам можешь и должен сделать, внимательно следил за действиями своих приближенных. И благодаря этому почти никогда не нарушались мир и согласия между князем и новгородцами. Ни разу не высказано было со стороны последних упрека к князю или его дружинникам. «Князь наш без греха!» Вот отзыв новгородцев о святом Александре. Этот отзыв они повторяли и в такие минуты, когда под влиянием недоброжелателей обычно согласие готово было, по-видимому, рушиться, когда, забывая о заслугах князя, виновники раздора, готовы были сказать обычные в таких случаях слова «Ты, князь, сам по себе, а мы сами по себе!» «То есть больше нам не нужен, иди куда хочешь!» Но не с одними трудными условиями новгородской жизни приходилось иметь дело благоверному князю Александру. В годы его юности Господь не спасал великое испытание всей русской земле. Еще в 1223 году на юге России появился страшный завоеватель, никому до того времени неизвестный татары. Южно-русские князья потерпели от татар страшное поражение на берегах реки Калки, от которого, по словам современников, на целых 200 лет печально стала русская земля. Но победитель, как бы удовольствовавшись этой победой, не продолжал своего наступательного движения, оставив на время Русь в покое. На северо-востоке Руси не обратили должного внимания на грядущую беду, не думали о том, что страшный враг может появиться опять. Среди князей шли раздоры, которые еще более ослабляли Русь. И вот когда через 14 лет после Калкского погрома снова в пределах Руси появились татары, они не встретили на своем опустошительном пути почти никакого отпора. Предводитель татар Баты, переправившись со своими ордами через Каму и Волгу, опустошала одну за другим русские княжества. Рязань, Москва и Стольный град, тогдашний северо-восточной Руси, Владимир, представляли собой одни развалины. Великий князь Юрий Севолодович попытался было остановить татар, дал им битву на реке Сити, но потерпел поражение и сам погиб в этой несчастной битве. Разорив другие, встретившиеся на пути города, татары подвигались к Новгороду. Но, замечая современник этих страшных событий, молитвами новгородских святителей, князей и преподобных, Господь защитил великий Новгород и новгородского князя. Не дойдя сто верст до Новгорода, татары поворотили на юг, пошли разрушать матерь русских городов Стольный град Киев. Со временем этого нашествия начался в русской истории тяжелый период, известный под именем татарского ига. Великокняжеский престол занял отец благоверного князя Александра Ярослава Севолодовича. Приехав Авладимир в столицу тогдашней Руси, он нашел здесь лишь разваленный труп, трупы. Началась неутомимая деятельность князя. Ассистен был город от трупов. Возвращенно и успокоенно разбежавшееся население, восстановлен порядок. Но полного спокойствия не было, так как никто не знал, что предпримет грозный завоеватель, чем закончит он свой разрушительный набег. Боялись всюду нового нападения хана на Руси, повторения прежних ужасов. Население было так напугано, что по словам современника, заслышав лишь одно слово «татары», каждый бежал, куда придется, не зная, куда бежать. Ярослав Севолодович для успокоения народа и для того, чтобы выяснить, какие отношения будут у хана к России, поехал в Орду просить милости у Батыя. Много трудов, огорчений и унижений пришлось пережить и испытать благоверному князю за это путешествие, чтобы склонить на милость грозного хана. Но Ярослав Севолодович сумел расположить в себе Батыя. Современник, слетописец, сообщает даже, что в татарской орде с честью приняли русского князя, отпуская его на Русь, передали ему верховую власть над всеми русскими князьями, верховную власть. Русские люди могли теперь несколько успокоиться от пережитых ужасов и от тревожных мыслей о будущем. Правда, татары потребовали от русских поголовной, очень тяжелой дани и беспрекословного исполнения всех их требований. Но они не беспокоились своими набегами, жили вдали от них, оставили неприкосновенными порядок русской государственной жизни, что особенно было важно – русскую веру. Эту основу гражданского порядка Древней Руси и залог ее будущего возрождения – освобождения от тяжелого ига. Проживая в Новгороде, вдали от татар, благоверный князь Александр Ярославович не принимал ближайшего участия в деятельности своего отца по восстановлению порядка северо-восточной Руси. Да об этом и некогда было ему подумать. Одновременно с тем, как северо-восточной Руси грозила гибель от татар, северо-западным русским городам, великому Новгороду и Пскову, угрожал не менее опасный враг – шведы, немцы и литовцы. Пользуясь разгомом Руси, татарами невозможностью со стороны великого князя подать помощь новгородцам и псковичам. Они усилили свой натиск на пограничные русские города и надеялись без особых усилий подчинить их своей власти. Страшная опасность угрожала русскому северо-западу. Дело шло здесь не только о возможности утратить свою политическую самостоятельность, оказаться оторванными от русской земли, но утратить и веру православную. Западный враг делал дерзкое покушение на эту вековую русскую святыню, которой не тронул даже языческий завоеватель. Уже давно со стороны пан-пап раздавался призыв о необходимости бороться против схизматиков, то есть раскольников, так называли православных латиняне, за то, что русские не признавали власти папы и нововведенных римской церковью догматов. Силой меча, потоками крови привести их в подчинение папе и католической церкви. Татарский погром представлялся для этого, по-видимому, очень благоприятным временем и неудивительно, если призыв к борьбе против православия стал настойчивее раздаваться со стороны высшего представителя католической церкви и внимательнее выслушивался некоторыми из его духовных чад. Но в лице благоверного князя Александра Ярославича Господь воздвиг такого могущественного, непобедимого защитника православной веры, против которого ничего не могли сделать католики. Благоверный князь Александр предвидел неизбежность борьбы и подготовлялся к ней. В 1239 году он женился на дочери половского князя Бречеслава, одного из окраинных русских князей, которому еще больше, чем Новгороду, угрожали католики. В лице своего тестя Ярослав Александр Ярославич приобрел таким образом надежного, хотя и не сильного союзника. Венчание князя происходило в Тропце, брачные перы в Торжке и Новгороде. И как только окончились брачные торжества, благоверный князь Александр тотчас принялся за важное дело – устройство укреплений на границах новгородско-псковских земель, откуда можно было прежде всего ожидать нападений. На реке Шелони был построен ряд крепостей. Но неприятель не дал закончить эти подготовительные работы по укреплению новгородско-псковских границ. Через четыре года после Батыева нашествия началась упорная борьба с западным врагом, не прекращавшись о продолжении почти всей жизни, благоверного князя Александра Ярославича. Первыми начали борьбу шведы. В то время на шведском престоле был королем Эрих, ближайший родственник короля Биргер. Отважный рыцарь и полководец, прославившись уже своими смелыми набегами на теперешние Финляндии и пограничные с ней новгородские владения, рассчитывал после бездетного Эриха занять шведский престол. Новыми победами он хотел снискать себе народную любовь, и подстрекаемый папою начал войну против Руси. С большим отрядом войска, в состав которого входили, кроме шведов, норвежцы и финны, сопровождаемый католическими епископами, Биргер в 1240 году неожиданно для русских появился на устье реки Ижоре и послал в Новгород дерзкий вызов благоверному князю Александру. Я уже в твоей земле, опустошаю ее и хочу взять в плен и тебя. Если можешь мне сопротивляться, сопротивляйся. Со стороны... Биргер был убежден. В невозможности сопротивления со стороны благоверного князя Александра и заранее уже торжествовал победу. И действительно, его нападение было неожиданным для новгородцев, застало их неподготовленными к отпору. Жалостно было видеть, замечает современник, что великий князь Ярослав не мог узнать о беде, угрожавшей его сыну, и вовремя помочь ему. И что Александр Ярославович не мог предупредить об опасности отца. Новгородское войско не было собрано. У Александра Ярославовича была лишь небольшая дружина, которую он вскоре, наскоро пополнил новгородцами. Но он не испугался дерзкого вызова врага. Против него он искал защиты и помощи прежде всего у Бога. В новгородском храме Святой Софии при мудрости Божией с пламенной слезной молитвой о помощи обратился благоверный князь к Господу, прося его рассудить его спор с гордым врагом, не предать достояние свое в руки нечестивых. «Боже праведный, великий, превечный и всемогущий», молитвый называл благоверно Александр, князь, «Ты сотворил небо и землю, установил пределы владений народом и повелел жить, не приступая в чужие владения. Малому стаду верных Твоих Ты дал надежду, чтобы не бояться нападающих на них. Призри и ныне, прищедрый владыка, услышь гордые слова врага этого, похваляющегося разорить святую церковь Твою, истребить веру православную, пролить неповинную кровь христианскую. Рассуди мой спор с ним, восстань на помощь и защити нас, чтобы не смели сказать враги наши, где их Бог. На Тебя, Господи, уповаем и Тебе высылаем славу ныне и присно и во веки веков». В такой же пламенной молитве обратился затем благоверный князь к заступнице рода христианского, победительной, воеводе, Божией Матери и к святым покровителям веры православной и небесным предстателям и молитвенникам за Святую Русь, благоверным князьям Владимиру, Борису и Глебу, а также новгородским святителям и преподобным. По окончании молитвы благоверный князь принял благословение от новгородского князя Серапиона и велел своим приближенным одарить нищих и попросить у них молитву, а сам вышел к своей дружине, смущавшись о своей малочисленностью, чтобы подкрепить ее на предстоящий подвиг. «Не силе Бог, а в правде!» Такими словами ободрил благоверный вождь своих подвижников. Затем с этой горстью храбрецов он быстро направился навстречу врагу, и здесь, на берегу реки Невы, знаменательный для Руси день блаженной памяти ее просветителя благоверного князя Владимира 15 июля, произошла знаменитая битва, за которую Александр Ярославович получил название Невского. Чтобы подкрепить защитников православной веры на предстоящий им подвиг, Господь даровал им чудесное предзнаменование. В войске благоверного Александра был один и жарянин, Пелгусий, во святом крещении Филипп, которому Александр Ярославович вручил ночную стражу, как опытному воину, хорошо знавшему местность. Среди своих соплеменников, державшихся язычества, христианин Пелгусий отличался благочестивой жизнью. Он проводил время в молитве, трудах и постных подвигах. И Господь удостоил этого благочестивого воина следующего чудесного видения. При восходе солнца Пелгусий услышал со стороны реки шум от приближающегося судна. И думая, что это враг удвоил свою бдительность. Грибцы покрыты были как бы мглою, скрывавшую их лица. Видны были только два витязя, стоящие в лодке. Светлые лица их и одежда показывались как бы знакомыми Пелгусиям. И вдруг он услышал голос, подтвердивший его предположения, рассеявший все его сомнения, радостью наполнивший его душу. Старший из Витити, обращаясь к младшему, сказал, «Брат Глеб, прикажи грести быстрее, поспешим на помощь сроднику нашему Александру Ярославичу». Это были преподобные страстотерцы, благоверные князья Борис и Глеб, которых молитвенно призывал на помощь благоверный князь Александр. Пелгусий поспешил рассказать, виденные князю. Ободренный этим чудесным признаменованием, Александр Ярославович в тот же день напал на врага. Шведы не ожидали нападения, не думали, что противник так близко, не знали его числа и силы. Упорная битва продолжалась с утра до вечера. Одушевляемая своим вождем дружина благоверного князя оказала чудеса храбрости, приводила в изумление врагов. Сам Александр Ярославович был все время во главе сражающихся. Он нанес рану в лицо предводителю шведов. Один из дружинников подрубил шатер Биргера, другой, увлеченный битвою, сбежал на шведский корабль, продолжая наносить своим мечом страшные удары, растерявшимся от неожиданности и страха врагам. Разбитый на всех пунктах, потеряв храбрейших из своих товарищей, шведы, несмотря на численный свой перевес над русским войском, не посмели возобновить сражение, остаться до утра на поле битвы. Наполнив две ямы трупами павших в сражении, захватив с собой на суда более знатных из убитых, они в ту же ночь поспешили удалиться из негостеприимных для них берегов Невы. Урон со стороны русских был незначительный. Убито было всего 20 человек, и в том числе один из шести наиболее отличившихся в битве воинов, Ратмир. Но ни одной храбрости дружины и ее вождя была приобретена эта славная Невская победа. Господь, ободривший русских воинов чудесным видением до начала битвы, не спасла свою помощь и во время ее. На другой день участники битвы с удивлением увидели множество неприятельских трупов по другую сторону у реки Ежоры, почти в непроходимом месте, куда не заходил ни один из русских воинов во время сражения. Ангелы Божии невидимо помогали горсти защитников святой веры против врагов, хуливших ее. Принеся благодарение Господу за его чудесные помощи и за одержанную победу, с великой славой возвратился благоверный князь Александр в Новгород, восторжно приветствуемый новгородцами. Никогда не забывала святая Русь этого славного подвига святого князя и его дружины. Молитвенно вспоминала имена павших в битве воинов и навсегда сохранила за благоверным князем Александром наименование Невского. Долго помнили о своем сражении враги, но новгородцы, которые особенно должны были быть дорожить этим подвигом своего князя, по-видимому, скоро о нем забыли. Прошла опасность и вскоре они рассорились с князем Александром Ярославом. Александр Ярославович оставил Новгород и ушел в Переиславль. Скоро новгородцам пришлось раскаяться в своем неблагодарном поступке. Услыхав о неводах в Новгороде и об отъезде из города Святого Александра, ливонские немцы решили воспользоваться этим и напали на Псков. Взяв пограничную псковскую крепость из Борск, немцы подступили затем к Пскову. Псковичи не могли выдержать осады, тем более, что среди них нашелся один изменник, который тайно впустил немцев в город. Священный град Святой Ольги сделался теперь немецким владением. Были поставлены немцами наместники в городе. Вслед за установлением немецких порядков нужно было ожидать и перемены веры. Немцы решили открыть в Пскове католическую епископию. Но опасность грозила не одному Пскову. Немцы шли и на Новгород, захватив зимой новгородскую водскую петину. Новгородская земля разделена была на пять частей или петин. Они построили здесь крепость Копорье, взяли тесов, в тридцати верстах от Новгорода производили грабежи и убийства, забирали в плен и отправляли пленников в Ливонию. В Новгороде на всех напал страх, прекратилась торговля, ждали осады города. Но отсутствие руководителя вождя делало то, что к защите города готовились очень плохо. Тогда новгородцы вспомнили о своем знаменитом князе, раскаялись в нанесенной имя святому Александру обиде и решили во что бы то ни стало упросить его вернуться в Новгород. С этой целью во Владимир был отправлен новгородцами к великому князю Ярославу Всеволодовичу посольство, чтобы он отпустил в Новгород благоверного князя Александра. Ярослав отправил в Новгород войско с сыном своим Андреем, но новгородцам нужен был не Андрей, а Александр. Они видели, что только он может избавить их от постигшей беды, и потому поспешили отправить к великому князю новое посольство во главе с архиепископом вторично просить на княжение уманесенной ему новгородцами обиды, поспешил туда, где так нуждались в нем. С его приездом в Новгороде все изменилось, быстро и успешно подготовлялись к борьбе с поступавшим к городу врагом. Ко всем вернулась вера в успех и воодушевление на новые подвиги своим героем князем. Закончив приготовление к войне, Александр Ярославович с новгородскими и низовскими полками направился освобождать Псков. Немцы были изнаны из Пскова, и Псковичи радостно встретили своего избавителя. Но благоверный князь не ограничился лишь изгнанием немцев из Пскова, нужно было упрочить покой на северо-западе Руси, проучить врага и предупредить возможности его стороны новых нападений. Благоверный князь решил наказать немцев за их нападение и грабежи наступательным движением на их же владение. Подкрепив себя молитвой в храме Святой Троицы перед ракой и мощей благоверного своего сродника Псковского князя Севолода Мстиславича. Напут своим молитвами и благопожеланиями Псковичей Александр Ярославич направился со своими полками в Ливонию. Немцы не ожидали такого быстрого нападения и не могли оказать сопротивление. Ливония была опустошена русскими войсками. На обратном пути из Ливонии в Псков благоверный князь остановился на берегу Чудского озера. И здесь 5 апреля 1242 года произошла знаменитая битва с немецкими рыцарями известной в истории под именем Ледового Побоища. Многочисленное войско рыцарей уверено было в победе. Пойдем возьмем в плен русского князя Александра. Славяне должны быть нашими рабами, хвастливо говорили рыцари. Но надеясь на помощь Божией и веря в святость и правоту защищаемого ими дела, благоверный князь не убоялся этих хвастливых слов. Не смутила его и первая неудача в столкновении с рыцарями. Легкие передовые отряды постные благоверным князем следить за движением неприятелей наткнулись на главные немецкие силы и были разбиты. Часть их попала в плен, другая прибежала к князю с печальным известием о постигшей неудаче. Тогда благоверный князь остановил свои войска на льду Чудского озера возле урочища Воронья Камня на Узмени и здесь начал готовиться к решительной битве. Чудское озеро недалеко от Пскова. Число его воинов пополнилось свежими силами из новгородцев, но и теперь по сравнению с рыцарским войском оно было слишком мало. Зато эта малочисленность возмещалась воодушевлением воинов и безбоязненной готовностью положить свои головы за правое дело и за любимого князя. Вождю не нужно было подкреплять ратный дух воинов. Все сознавали важность предстоящего события и самоотверженно шли на битву с гордым врагом. О, дорогой и честный наш княже, пришло время, мы все положим за тебя свои головы. Такие воодушевленные возгласы неслись из рядов русских воинов. Рыцари первые начали сражение, закованные с головы до ног в железные латы. Двинулись они на русское войско, чтобы раздавить его своей многочисленностью. Но здесь они встретили такой мужественный отпор, что были поражены. Вместо ожидаемого расстройства или даже бегства врага, они с ужасом увидели, что ряды русских плотнее смыкались, образуя собой как бы живую стену. Рыцари были смущены и остановились. Тогда благоверный князь Александр, заметив смущение врага, искусно совершил с частью своих полков обходное движение и напал с той стороны, откуда рыцари совершенно не ожидали нападения. Произошла ужасная сеча. Страшный шум от ударов мещей, под щитам и шлемом от треска ломавшихся копий, стоны сраженных и утопавших не давали возможности вождям руководить сражением, отдавать приказание войску. Правильного боя не было. Чувствуя свое поражение, рыцари напрягали все свои силы, чтобы только пробиться через окружавшие их кольцом русские полки и избежать плена. Но и это не удалось. Лед на озере покрылся кровью и во многих местах не выдерживал. Проваливался, увлекая за собой и бойцов и их оружие. До позднего вечера продолжалась битва. Потери рыцарей были громадны. Оставшиеся в живых искали спасения в бегстве, но русские настигали их и убивали. На протяжении семи верст озеро покрылось трупами. Много рыцарей было взято в плен, еще более погибло, и от недавнего столь грозного и многочисленного ополчения не осталось почти ничего. Торжественно возвращались в Псков победители во главе со своим вождем. Близко они благоверного князя шло пятьдесят знатнейших рыцарей, позади русского войска множество простых пленных. Радостно встретили Псковичи своего избавителя. Господь, пособивший кроткому Давиду победить иноплеменников, помог и благоверному князю нашему освободить град Псков от иноязычников и иноплеменников. Всюду раздавался этот радостный возглас. Всюду была общая радость и ликование. Все сознавали, как важна была эта победа, какую услугу оказал благоверный князь окраинному русскому городу, для которого не по силам было защищать свою самостоятельность от нападения многочисленных врагов. Никогда Псковичи не должны были забыть этого подвига святого князя Александра Ярославовича. О, невегласы Псковичи, если забудете великого князя Александра Ярославовича или отступите от него или от детей его и от рода его, то уподобитесь евреям, которых Господь освободил из рабства египетского, питав в пустыне крастелями перепелками, а они его забыли, говорит современник летописец, заканчивая писание этой славной победы. Этими словами он как бы хочет предостеречь Псковичей от поступка их старших братьев новгородцев, которые так скоро забыли о Невской победе и обнаружили не только свою неблагодарность, но и неумение понять и оценить подвиг своего знаменитого князя. Торжественно отпразднув освобождение Пскова, благоверный князь Александр Ярославович со своими полками поспешил в Новгород, где его встретили с не меньшим восторгом и радостью, окраинных городах о славной победе на Чудском озере и еще в конце XVI века не переставали молитвенно вспоминать имена воинов, павших в этой битве. Далеко разнеслась слава победителя. На берегах Варяжского, Черного и Каспийского морей в Риме и в далекой Азии, замечает современник биограф благоверного князя, передавали о славных победах Александра Ярославовича. Во время как на Руси торжественно праздновали победу, в Ливонии весть о разгроме рыцарского ополчения быстро разнеслась и навела на всех ужас. Немцы со дня на день ожидали, что благоверный князь Александр не замедлится своими полками явиться в столице Ливонии Риги и не надеялись своими силами отразить нападение русского князя, защитить свою новую столицу. Магистр, начальник немецкого органа, поспешил отправить посольство к датскому королю и просил у него помощи против новгородского князя. Но благоверный князь Александр вовсе не думал и не хотел завоеваний. Окончив свое славное дело, освободив Новгород и Псков от угрожавшей им беды, он уехал в свой Переиславль. Тогда немцы, услыхав об отъезде из Новгорода князя, поспешили прислать туда своих послов и просили о заключении мира и о размене пленниками. Они готовы были уступить новгородцам часть своих пограничных к новгородской земле владений, только бы склонить новгородцев к миру. И мир был заключен на всей новгородской воле, то есть на тех условиях, которые предложили сами новгородцы. Так закончилась борьба со шведами и немцами. Для русских Невская и Чудская победы имели огромное значение. Теперь не страшна была угроза иноземцев завладеть окраинными русскими городами, подчинить их своей власти и принудить русских людей переменить на католичество святую православную веру. Сам Бог рассудил вековой спор, оградил наше отечество от козни латинян, указал пределы распространения немецкого владычества мощной рукой своего угодника, благоверного князя Александра, грозно предостерег не вторгать в чужие пределы и не посягать на русскую святыню православную веру. Великую услугу оказал в святой Руси ее защитник, благоверный, непобедимый, как назвали его современники, князь Александр Ярославич. И никогда святая Русь не забывала и не забудет этого великого земного подвига его. Два сильных западных врага были побеждены и не казались уже столь грозными, как это было раньше. Но появился новый, правда не столь опасный, зато более свирепый враг литовцы, от опустошительных набегов, которых страдала юго-западная граница и новгородских и псковских владений. По восточному побережью Балтийского моря, на равнине между устьями рек Вислы и западной Двины уже несколько веков жило близкое нам и по происхождении по языку литовское племя. Бедное и неразвитое умственно, оно на первых порах столкновений своих со славянами должно было признать их первовосходство, подчинилось окраинным русским князьям и платило им дань. Литовцы в это время были разделены на отдельные племена, враждовавшие нередко одно с другим и не имевшие государственного устройства и порядка. Но в начале XIII века под влиянием постоянных нападения рыцарей немецкого ордена, разрозненные дотоли литовские племена начали объединяться. Среди литовцев появились воинственные князья, приобретавшие все большую власть и влияние в стране. Литовские князья сначала боролись в союзе с русскими князьями против общего их врага немцев, но затем стали нападать и на своих союзников. Небольшими отрядами на своих выносливых и быстрых конях они делали набеги на русские пограничные власти, производили опустошения и убийства. Население окраинных новгородских и псковских городов и сел жило под постоянным страхом неожиданных литовских нападений. А так как новгородцы и псковичи занятые преимущественно борьбой с немцами и шведами держали у себя главным образом тяжело вооруженные войска и очень мало легкого подвижного войска стрелков, то и не могли оборонять пограничные с Литвой владения. Защитником и здесь явился благоверный князь Александр. Летом в достопамятный год ледового побоища получены были в Новгороде известия о хищнических набегах литовцев и тогда же благоверный князь начал с ними борьбу. За один поход ему удалось рассеять до семи неприятельских отрядов действовавших отдельно друг от друга в разных местностях. Много предводителей литовских отрядов было избито полками благоверного князя или взято в плен. Теперь литовцы начали, как говорит современник этих событий летописец, бояться имени князя Александра, но не хотели прекратить своих хищнических набегов. В 1245 году они опустошили окрестности Торжка и Бежицка и захваченные добычей пленниками собирались уже возвратиться на родину. Но под стенами Торопца были настигнуты насоединенными силами новоторжцев, тверичей и дмитровцев и, потерпев поражение в открытом поле, засели Торопце. Тогда на защиту дряньего Торопца удела князя Мстислава Мстислава Чудалова поспешил благоверный князь Александр со своей небольшой дружиной и новгородцами. В первый же день осады Торопец был взят войсками благоверного князя. Литовцы бросились бежать из города, но были настигнуты дружиной Александра Ярославовича и дорого расплатились за свои набеги. Восемь предводителей впало в битве, оставшиеся в живых, побросав награбленную добычу, спаслись бегством. Но благоверный князь Александр не ограничился этой победой, чтобы проучить дерзкого врага и обезопасить русские границы от дальнейших литовских набегов и опустошений. Он, несмотря на нежелание новгородцев сопровождать его в дальнейший поход, с одной своей маленькой дружиной погнался за врагами. Возле озера Жисса он настиг беглецов и истребил их всех до последнего человека. Затем направился в Витебск, где княжил кесть его Бречеслав, и после непродолжительного отдыха снова двинулся на литовцев. Уже в их владение разбил новое их ополчение близ у свято и навел такой страх на врагов, что они долгое время не осмеливались нападать на русские владения. Так доблестно охранял свой северо-западный удел благоверный князь Александр Ярославич. Своей необыкновенной храбростью и воинскими дарованиями он сумел даже в такое тяжелое для Древней Руси время, как первые годы татарского ига, не только защитить древнерусские северо-западные области, но и совершенно обезопасить их и в то же время доказать западному врагу, что и сраженная татарами Русь в состоянии защитить свою самостоятельность и свою веру. Но ни одно и только Новгородско-Псковской земле ни в одной этой земле радовались победам благоверного князя. Весть о них разносилась по всей тогдашней Руси. Ободряло русских князей в годину тяжелых испытаний. Взоры всех останавливались на князе-герое, селившем надежду на лучшее будущее. Северо-восточная Русь, томившаяся под властью татар, не менее Новгорода, хотела видеть у себя на великокняжеском престоле благоверного князя Александра и способна была лучше новгородцев оценить его деятельность. Событие 1246 года прекратили на время деятельность благоверного князя Александра на северо-западе Руси, отозвали его на северо-восток. В этом году мученически скончался в Орде отец благоверного князя Александра, великий князь Владимирский Ярослав Севолодович. Он был оговорен перед ханом каким-то недоброжелательным князя, татары его отравили. По древнерусскому порядку право на великокняжеский престол принадлежало брату покойного князя Святославу Севолодовичу. Но теперь верховной власти право раздавать княжеские столы принадлежали уже татарам. Чтобы получить утверждение хана, Святослав должен был лично побывать в Орде. В том же году направились в Орду на поклон хану и племянники Святослава Андрей и Александр Ярославичи. Слух о храбром новгородском князе и о его знаменитых побегах достиг и до хана. Батый хотел видеть благоверного князя, о котором так много говорили, и потребовал от него немедленно явиться во Орду. Мне Бог покорил многие народы, уже ли ты один не хочешь покориться? Если хочешь сберечь свою землю, приходи ко мне на поклон, вел передать Александру Ярославовичу Батый. Нельзя было ослушаться этого приказания грозного властителя, и благоверный князь поспешил отправиться в далекий путь. Неизвестно было, что его там ждало. Его отца приняли там с честью, но этот почетный прием был куплен ценой целого ряда унижений и оскорблений. Князей заставляли проходить через очистительные огни, кланяться к усу, тенем умерших ханов и тому подобное. Не все из русских князей соглашались исполнять эти унизительные для христианина требования и за свою непокорность платились жизнью. Пример русского князя-мученика Михаила Ярославовича Черниговского несомненно хорошо был известен благоверному князю Александру, но в то же время пример его отца показывал, что и послушание и исполнение всех хамских требований не всегда спасали. Ярослава Всеволодовича с почетом принятого в первый приезд его в Орду татары отравили, когда он приехал во второй раз. И благоверный князь Александр решил отказаться исполнить языческие обряды, хотя бы этот отказ стоил ему жизни. Мужественный защитник православной веры из младой избранной Господом сосуд благочестия мог ли он поступить иначе? Напутсанный святыми дарами и благословением архиепископа направился он из Новгорода в Орду. Когда благоверный князь прибыл в Орду и когда перед представлением хану ему велели исполнить обычные у татар обряды, он отказался исполнить это приказание. Я христианин, сказал он, и мне не подобает кланяться твари. Я поклоняюсь отцу и сыну и святому духу Богу единому в Троице славимому создавшему небо земли и все что в них. Спокойный твердый ответ святого князя поразил придворных хана, но еще более они были удивлены когда Баты услышав о нежелании Александра Ярославича исполнить татарские обряды вместо обычного в таких случаях распоряжения принуждать более святого и поскорее привести его к нему. Царь обратился к хану благоверный князь преклоняясь перед ним я кланяюсь тебе потому что Бог почтил тебя царством но твари я не стану кланяться я служу единому Богу его чту и ему поклоняюсь. Баты долго любовался прекрасным мужественным лицом Александра Ярославовича и наконец обратившись к окружавшим его придворным сказал правду мне говорили о нем нет князя ему равного так же почетно был принят благоверный князь и ханшею Баты не был самостоятельным властелином он считался лишь наместником великого хана жившего в Каракаруме в горной окраине азиатской пустыни Гобе расположенной за Байкалом поклонившись ближайшему своему властелину ордынскому хану русские князья должны были отправиться к верховному владыке монголов в отдаленную его столицу этот далекий крайне трудный путь должен быть по приказанию Батыя совершить и благоверный князь Александр Ярославович о трудности этого путешествия можно судить по описаниям среднеазиатских пустын современных путешественников мрачные тяжелые впечатления наводят на душу путника необозримое пространство степей лишенные всякой растительности животные бегут из этих страшных пустынь даже ящериц и насекомые встречаются редко под ногами то и дело попадаются кости погибших лошадей мулов и верблюдов почва раскаляется от невыносимой жары солнце немилосердно сжет от восхода до заката ветерок не колышет воздуха не дает хотя бы минутной прохлады лишь изредка промчится горячий вихрь который гонит перед собой крутящиеся столбы соляной пыли во время бури эта соляная пыль засыпает путников и слепит им глаза Александр Ярославович был милостиво принят повелителем Азии и некоторое время прожил в столице монголов внимательно изучая характер этих властителей Руси только уже в 1250 году Александр Ярославович и его брат Андрей вернулись на Русь хан дал Андрею великокняжеский престол а за Александром Ярославовичем оставил Киев и Новгород но Киев матер русских городов древнейшая столица Руси после татарского разгрома представлял собой одни развалины население Киевской области разбежалось от татар части на юго-запад в теперешнюю Галицию части на северо-восток во Владимирскую Русь Александру Ярославовичу здесь нечего было делать и потому пробыв несколько времени во Владимире он вернулся в Великий Новгород радостью встретили его новгородцы но радость эта вскоре омрачена была печалью и тревогой благоверный князь утомленный тяжелым путешествием и тем что пришлось ему пережить в Орде опасно занемок тревожным участием следили новгородцы за ходом болезни своего князя с утра до вечера храмы были переполнены народом горячо молившимся о выздоровлении благоверного князя и Господь не отверг народной молитвы благоверный князь оправился от тяжелого недуга новгородцы наслаждались теперь миром их западные соседи помнили знаменитые победы Александра Ярославовича не смели повторять своих нападений и только норвежцы изредка делали набеги на пограничные новгородские владения благоверный князь хотел обезопасить свой удел и от норвежских нападений он хотел привлечь норвежцев к союзу с новгородцами с этой целью к норвежскому королю Гакону было отправлено посольство которому одновременно с этим было поручено предложить королю вступить в родственные связи с Александром Ярославовичем а отдать свою дочь Христину замуж за сына Александра Василия предположенный брак не состоялся но главная цель посольства была достигнута норвежский король в свою очередь прислал новгород послов для заключения договора с новгородцами и с этого времени норвежские набеги прекратились вскоре после заключения этого договора Александр Ярославович навсегда уже оставил новгородский княжеский стол Андрей Ярославович получивший великое княжение не имел ни той осторожности ни правительственной мудрости которыми отличался его старший брат он мало занимался управлением большую часть времени проводил в разного рода развлечениях окружил себя неопытными советниками и не сумел лужиться с татарами в Орде смотрели на него как на непокорного князя и премник Батыя Сартак решил наказать русского князя он отправил против него свои полщища под начальством Неврюя Андрей Ярославович как только заслышал о приближении татар бежал из Владимира сначала в Новгород а затем когда новгородцы отказались его принять в Швецию за неосторожные действия великого князя приходилось расплачиваться населению на защиту его и явился благоверный князь Александр чтобы избавить родину от татарского пустошения Александр Ярославович направился в Орду и не только успел укротить гнев хана и таким образом остановить начавшееся на Руси кровопролитие но и получил от хана ярлык на великое княжение с этого времени и начинается подвижническое служение благоверного князя родине все свои силы посвятившего на то чтобы облегчить тяжесть татарского ига Александр Ярославович не щадил средств своей княжеской казны на выкуп пленных которых массами уводили татары в Орду заботился он и о том чтобы остававшиеся в плену не лишены были главного утешения в своем горе молитвы и богослужения вместе с митрополитом Кириллом он выхлоп от Алухана разрешение на устройство столицы Орды сараи русской епархии но не одни пленники нуждались в заботах благоверного князя после неврива нашествия северо-восточная Русь снова была опустошена и благоверный князь Александр спешил восстановить разрушенные храмы собрать разбежавшихся людей помочь ему строиться на разоренных пепелищах как князя заботился он о народе и благодаря этим заботам в великом княжестве мало-помалу устанавливались спокойствие и порядок благоверный князь хотел не только успокоить население но и облегчить его тяжелое положение ослабить сколько возможно самая иго татарская неизменим русского государственного строя сохранив неприкосновенными святую веру и церковное устройство татары обложили за это Русь тяжелой данью они брали все лучшее и ценное и в своих требованиях не соображались кем в состоянии ли их данники платить налоги в том размере в каком от них требовали татары брали поголовную дань не различая богатых и бедных несостоятельных данников они без всякой жалости набирали в Орду и обращали в рабство в 1257 году с целью точнее определить доходы какие можно получать с Руси татары прислали своих чиновников исчислить всех русских людей великий князь хорошо понимал что как бы не была тяжелая эта мера необходимо подчиниться чтобы не вызвать сопротивлением еще худшего со стороны татар но не все так думали по настоянию князя во Владимира Сузовской Руси исчисление произошло спокойно и Александр поспешил в Орду чтобы склонить на милость хана довольного послушанием русских людей их князя но в Орде решено было подвести под число и Великий Новгород где особенность сильная была развита ненависть к поработителям Руси зная о таком возбуждении новгородства великий князь с тяжелой озабоченной думой возвращался на родину и его опасения оправдались как только в Новгороде услышали о готовящейся переписи в народе началось брожение начали устраивать вещевые собрания и постановились скорее умереть чем подчиниться ханскому требованию новгородцы не хотели согласиться на перечисление и потому что Новгород не был завоеван татарами и многим казалось что уже поэтому татары не имеют права распоряжаться над областью Святой Софии так как хотят умрем за Святую Софию и за домы ангельские святые обители раздавались клики на улицах города и горожане готовились к восстанию Александр Ярославич стал предотвратить от Новгорода страшную татарскую месть поспешил сюда он надеялся что новгородцы послушают его благоразумного совета но еще до приезда князя в городе начались несогласия в то время как Чернь хотела бороться против татар богатые люди предпочитали уплатить требуемую дань чтобы не раздражать и татар и великого князя Александр Ярославич воспользовался этим и своей твердости успел склонить новгородцев на перепись однако появление татарских чиновников и злоупотребления которые происходили во время переписи не только от татар но и от зажиточных новгородцев снова возбудили движение в Новгороде в сторону волновавшийся принял на этот раз и новгородский князь Василий Александрович но боясь отца он убежал с Псков благоверный князь Александр приказал схватить непокорного сына и лишив его новгородского княжения отправил в Суздальскую Русь были строго наказаны зачинщики мятежа а так как и после этих строгих мер новгородцы не хотели успокоиться и согласиться на ханские требования то благоверный князь Александр Новгород предоставляя самим новгородцам считаться с гневом хана отъезд великого князя подействовал сильнее всяких убеждений новгородцы смирились приняли ханских чиновников и таким образом разгром новгорода татарами был предупрежден но прошло с небольшим два года и снова на Руси начались волнения против татарских сборщиков Дани угрожавшие перейти в открытый мятеж и охватить почти все города северо-восточной Руси поводом к этим волнениям послужили следующие обстоятельства новый хан Берке ввиду злоупотреблений какие допускали сборщиками Дани у тайки собрана ими сумма передал ее сбор на откуп хивинским купцам или бессерменам последние естественно в целях наживы собирали гораздо больше той суммы какую они уплатили хану и допускали еще больше притеснений населения по сравнению с прежними татарскими сборщиками народ не вынес этих притеснений и в различных местностях началось возмущение но возмущение это дошло до крайности когда среди сборщиков появился один монах отступник от православной веры по имени Зосима который не только притеснял своих соплеменников но и дерзко оскорблял православную веру народ не мог перенести этих оскорблений и в Ярославле убили ненавистного отступника а вслед за этим начался мятеж и в других русских городах ростовского и сузовского княжеств прогоняли татарских сборщиков избивали особенно ненавистных из них распространились случаи что сам великий князь Александр разослал по городам грамоты бить татар и готовиться стать во главе народного движения расправа с ханскими сборщиками должна была вызвать страшное возмездие со стороны татар снова нужно было великому князю поспешить в Орду предотвратить от Руси грядущую беду тяжелый подвиг предстоял благоверному князю но в эту минуту ужасных нестроений на северо-восточной Руси неблагополучно было и на северо-западе в новгородско-псковских пределах после Невской битвы и ледового побоища западные враги не осмеливались нападать на Русь убедившись в невозможности победить Невского героя они решили испробовать другое средство чтобы подчинить его себе в 1248 году папа Иннокентий 4 отправил к Александру Ярославичу посольство во главе с двумя учеными кардиналами Галдом и Гемонтом в грамоте которую должны были передать русскому князю послы папа писал мы слышали о тебе князь как о князе дивном и честном и что земля твоя велика и мы послали к тебе двух наших кардиналов чтобы ты послушал их учения выражая притворную скорбь что великая земля русского князя не находится в подчинении римской церкви папа убеждал Александра Ярославовича подчиниться его власти и позаботиться о приведении к латинской вере своего народа убеждая что только в латинской церкви можно найти спасение и истинную веру папа указывал и на те земные выгоды которые доставят князю его подчинение папской власти в то же время он старался предупредить что это подчинение нисколько не унизит русского князя тем более добавлял папа что мы будем считать тебя наилучшим между католическими государями и всегда с особенным усердием будем стараться об увеличении твоей славы наконец зная как дорога для благоверного князя память об его отце папа заведомо ложно сообщал в своей грамоте будто бы еще Ярослав Всеволодович выражал искреннее желание подчинить русскую церковь папе и что только преждевременность смерти Ярослава помешала ему исполнить это намерение но все эти ухищрения папы не имели никакого успеха на длинное послание Иннокентия Александр Ярослав ждал очень краткий и в то же время сильный по своей убедительности ответ то что совершилось от создания мира до потопа и от потопа до разделения языков и до Авраама от Авраама до исхода израильтян из Египта и до перехода Черного моря и до смерти Давида царя от начала царствования Соломона и до римского императора Августа при котором родился спаситель мира Христос и до страсти воскресения и вознесения Господа и до первого Вселенского Собора и прочих Седьми Вселенских Соборов все это мы хорошо знаем а в вашем учении не нуждаемся и не примем его Папы не остались в долгу они стали поднимать против непокорного русского князя шведов и рыцарей но и эти новые походы были безуспешны в 1256 году шведы сделали попытку снова завладеть финским побережьем и в союзе с датчанами и емью финской племени начали строить крепость на реке Норове тогда новгородцы отправили к великому князю послов с просьбой о помощи разослали по своей волосе собирать войско и неприятель испугавшись этих приготовлений поспешил уйти за море зимой приехал в Новгород благоверный князь и вместе с новгородцами и своими полками пошел на емсь в Финляндию чтобы устрашить финнов и предупредить возможность дальнейших нападений на новгородские окраины путь по незнакомой стране был чрезвычайно трудный за метелями войско не видало ни дня ни ночи но несмотря на трудности поход был очень удачный русские опустошили земли еми и неприятель не смелы подумать о сопротивлении в 1262 году начались враждебные столкновения с немцами великий князь готовился к походу на немцев но мятеж против татар побудил его поспешить в Орду русское войско под начальством брата великого князя Ярослава и сына его князя Дмитрия Александровича и на этот раз одержало ряд блестящих побед был взят город Юрьев древний русский город строение великого князя Ярослава Мудрого и с большой добычей множеством пленников войско вернулось в Новгород между тем благоверный великий князь Александр благополучно доехал до Орды и Господь помог ему умилостерить раздраженного хана последний не только простил русских за избиение татарских сборщиков но походотайство святого князя Александра дало им и новую милость освободил от тяжелой обязанности нести военную службу в татарских полках в это время готовился поход вглубь Азии в котором должны были принять участие все подчиненные хану народы благоверный князь спешил возвратиться на родину с радостной вестью но этой радостной вестью не удалось услышать русским людям из уст самого князя это был уже последний подвиг благоверного князя утомленный трудностью пути и тревогами какие пришлось ему испытать благоверный князь Александр Ярославович на обратном пути из Орды в городце опасно занемок предчувствия блаженную свою кончину он созвал своих спутников и обратился к ним с последней прощальной беседой которая у всех вызвала горькие слезы при мысли о предстоящей утрате затем благоверный князь призвал к себе игумена и принял иноческое пострижение заменив свое княжеское имя иноческим Алексей приняв святые тайны и простившись с окружавшими его иноками благоверный князь инок тихо отошел в вечные обители предал свою чистую душу господу которому так пламенно послужил земной своей жизни это было 14 ноября 1263 года он скачался во цвете лет не имея еще 45 лет от роду неодолимый в битвах изнемок он под бременем великокняжеского венца который в то тяжелое для Руси время был поистине венцом терновым требовал постоянного напряжения сил и взамен этого доставлял великому князю лишь огорчение и тревоги во владимире скоро узнали о блаженной кончине великого князя раньше чем пришли из гороса нарочитые вестники господь чудесно открыл это тогдашнему владимирскому святителю митрополиту сия Руси Кириллу когда владыка окруженный духовенством возносил пламенные молитвы о святой Руси и о ее великом князе он удостоился следующего ангелы божьи возносили на небо блаженную душу благоверного князя Александра пораженный этим видением святитель безмолвствовал а затем выйдя нам вон сообщил молящимся горестную весть братья знаете что уже зашло солнце земли русской когда народ недоумения выслушал эти слова святитель помолчав немного разъяснил смысл произнесенных им слов ныне представился благоверный великий князь Александр Ярослав Ильич ужас охватил всех от этой скорбной вести храм огласился воплями скорби и отчаяния погибаем в один голос повторяли молившиеся какую глубокую скорбь вызвала кончина благоверного князя можно судить по тем словам современника святого князя которыми он начинает описание его кончины горе тебе бедный человек как ты можешь описать кончину своего господина как зеницы твои не выпадут из глаз вместе со слезами как сердце не разорвется от горькой печали отца человек может забыть но доброго господина не может если бы можно было с ним лег бы и в гроб такое же чувство испытывали все очевидцы этого горестного события как только во Владимире услышали о приближении к городу тела благоверного князя все устремились навстречу митрополит Кирилл вместе с духовенством встретил тело почившего князя в боголюбове бесчисленное множество народа богатые и бедные взрослые дети заняли все окрестности и как только показался гроб все неудержимо ринулись навстречу каждый стремился облобызать раку в которой находилось тело благоверного князя плач народа покрывал все не слышно было голосу духовенства и певчих по словам современника казалось что астонов и крика могла потрястись земля 23 ноября в соборном храме Владимирском митрополитом и священным чином торжественно в присутствии массы народа был совершен чин погребения господь не спасла утешения плакивавшим кончину благоверного князя во время совершения погребального чина произошло следующее чудо когда эконом митрополита Кирилл Севастьян приблизился к гробу и хотел разнять руку усопшего чтобы митрополит мог вложить в нее прощальную грамоту разрешительную молитву то благоверный князь как бы живой сам простер свою руку принял свиток и затем снова сложил свои руки крестообразно на груди благовейный ужас объял всех присутствовавших все удивлялись и прославляли Господа показавшего такое чудесное знамение благовейно взяв раку с телом благоверного князя погребли ее в монастырском храме Рождества Пресвятой Богородицы о происшедшем при погребении чуде по распоряжению митрополита Кирилла было сообщено всем и таким образом по всей благочестивой Руси оплакивающей своего князя хранителя положившего жизнь за святую Русь вместе с горестной вестью о его преждевременной кончине распространилась и утешительная весть что в лице благоверного князя Александра Русь приобрела нового молитвенника и заступника перед престолом Всевышнего сколько утешения внесла эта весть скорбной души русских людей тревожно вздиравших на ближайшее будущее вся жизнь благоверного князя Александра Ярославовича была посвящена служению своему отечеству своей беспримерной храбростью и воинскими доспехами доблестями он сохранил свой северо-западный удел от постоянных притязаний на него западных католических народов силой меча и мудростью охранил он православную церковь и от нападений латинян и от происков римских пап осторожности и мудрой правительственной деятельностью облегчил он татарское тяжелое иго дал возможность русским людям спокойнее его переносить поддержал в них веру в могущество руси стелил надежду на лучшие времена самих параметных заставил с уважением относиться к покоренной стране и ее князю это великое служение благоверного князя прекрасно определил его современник биограф следующими словами он много потрудился за землю русскую и за новгород и за псков и за все великое княжение живот жизнь свой отдавая и за православную веру но и после своей кончины благоверный князь Александр Ярославович не прекратил своего великого служения русской земле всегда он являлся предстателем и скорым помощником самые трудные минуты в жизни нашего отечества 200 слишком лет после кончины благоверного князя сносила наша родина тяжелая татарская иго много она испытала татар бед и угроз пока под мудрым управлением потомков благоверного князя Александра князей московских окрепло вступила в борьбу со своими поработителями и не только свергла их иго но и подчинила своей власти когда-то грозное татарское царство через 120 лет после кончины благоверного князя Александра при московском великом князе Дмитрие Ивановиче Донском в первый раз русские одержали победу над татарами на берегах реки Дона великий князь московский Дмитрий Иванович Донской княжил с 1363 по 89 год знаменитая донская битва с татарами за которую великий князь и получил название Донского произошла в 1380 году 8 сентября очень дорого русским стоила эта победа но она была драгоценна для них так как подняла народный дух и вселила уверенность что время господства татар проходит и в эту важную историческую минуту на помощь святой Руси явился ее небесный покровитель благоверный князь Александр Ярославович вот что передается в древнем житии благоверного князя о чудесной помощи оказанной им своему сроднику великому князю Дмитрию Ивановичу в обители Пресвятой Богородицы во Владимире где почивали мощи благоверного князя один богобоязненный инок проводивший благочестивую подвижническую жизнь ночью в притворе церковной со слезами молился Господу об избавлении Руси от полчищ предварителя татар Мамая он призывал в своей молитве на помощь великому князю Дмитрию благоверного князя Александра и во время своей молитвы он увидел что перед гробом благоверного князя сами собою загорелись свечи затем из алтаря вышли два благолепных старца и приблизившие из гробницы святого сказали встань поспеши на помощь сроднику своему благоверному князю Дмитрию Иоанновичу и святой князь Александр тотчас стал и сделался невидим пораженный этим чудом инок безмолвствовал и только после того как было узнано что как раз в это время произошла славная Донская Победа он сообщил о своем видении Владимирскому святителю по распоряжению владыки тогда же были освидетельствованы мощи благоверного князя которые были найдены нетленными масса недужных обращалась с молитвой к новоявленному угоднику Божию и при раке его святых мощей происходило множество исцелений знаменитая Донская Победа это одна из самых радостных минут жизни наших предков тяжелой эпохи татарского иго не освободила еще Руси от чужеземной власти орда была ослаблена но и Русь была еще не настолько сильна чтобы отстоять свою независимость татарское владычество продолжалось только уже оно утратило свой прежний характер и сами татары увидели что московские князья создали из разрозненных прежде русских княжеств сильное единое государство которое не применит воспользоваться своей силой а также и теми раздорами и разделениями которые происходили тогда среди татар и ослабили их прежнее могущество прошло сто лет после Донской победы и правнук Дмитрий Иоаннович Донского великий князь Иоанн Третий без битвы сумел уничтожить татарское иго освободив Русь от двух вековой власти азиатов теперь окончательно уже изменились прежние отношения между русскими и татарами Русь княжение благоверного князя Александра Невского послушная данница татарского хана теперь начинает свое наступательное движение против татар и постепенно подчиняет их своей власти когда-то грозное татарское царство одно за другим входит в состав нашего государства и лишь в народной памяти сохраняются обрывки воспоминаний о господстве покоренных инородцев над Русью в этой продолжительной упорной борьбе с татарами наше отечество по-прежнему не было остановлено помощью и покровом его небесного защитника благоверного князя Александра Невского в 1552 году отправляясь в поход на завоевание Казанского царства царь Иоанн Васильевич молился во Владимире перед ракой мощей благоверного князя Александра призывая его на помощь как бы с долог своей помощи благоверный князь проявил следующее чудо вместе с царем молились и его бояре а в том числе и будущий описатель чудес благоверного князя когда он вместе с другими прикладывался к мощам святого то вложил в скважину отверстие раки три перста своей больной руки ему показалось что она мочилась в какую-то благовонную мастику и когда он вынул руку то от прежней болезни не осталось и следа все присутствовавшие при этом чудесном исцелении благоверное прославили благоверного князя Александра подобившегося от Господа дара исцелений и с надеждой на его помощь направились в дальнейший путь благополучно окончился казанский поход татарское царство расположено вблизи Москвы и целое столетие беспокоившее своими набегами пограничной русской области покорилось московскому царю на месте рядом с татарскими мечетями появились святые церкви началась проповедь святого евангелия в этом магометанском крае и предки наши спокойно могли уже смотреть вперед вслед за казанию было присоединено и другое татарское царство Астрахань и царица русских рек Волга с ее богатствами на всем ее протяжении сделалась теперь русской рекою успешно начали распространять русские свою власть на далеком востоке в Сибири постепенно подвигаясь к берегам Великого океана но на юге в Крыму остался еще сильный враг крымские татары которыми долго пришлось вести борьбу русскому государству крымское царство было завоевано уже при императрице Екатерине II в 1783 году союзник московского государя по присоединении к Москве Казани и Астрахани крымский хан теперь в виде усиления Руси начал с нею борьбу тем более что для нас опасную что его поддерживал верховный защитник ислама султан турецкий и во время этой борьбы не переставал изливать твою помощь небесный покровитель Руси благоверный князь Александр Ярославович в 1571 году во время нападения на Москву крымского хана Девлет-Гирея во Владимире старец рождественского монастыря Антоний молитвенник и постник во время своей молитвы перед иконой Богоматери об отвращении от родины страшного ханского нашествия удостоился следующего чудесного видения во время как он скорбел о постивших родину бедствиях он вдруг увидел двух юношей в светлых одеждах с быстротой молнии на белых конях приближавшихся к обители садясь коней они оставили их у монастырских врат а сами вошли в церковь это были благоверные князья Борис и Глеб царец Антоний последовал за ними как только благоверные князья вошли в храм открылись царские двери и зажжи и зажжись свечи подойдя к раке благоверного князя Александра святые Борис и Глеб обратились к нему со следующими словами стань брат наш великий князь Александр поспешим на помощь роднику нашему благоверному царю Иоанну Васильевичу благоверный Александр тотчас встал и вместе с ними вышел из храма к монастырским воротам здесь стояли приготовленные к брани три белых коня на которых и сели благоверные князья отправляясь в путь они сказали пойдем в соборный храм причистой Богородицы и позовем с собой сродников наших благоверных князей Андрея Всеволода Георгия Ярослава царец последовал за ними и здесь как в монастырском храме при входе святых князей открылись царские врата благоверные князья встали из своих гробниц и через стену городскую чудесно по воздуху направились к Ростову следующими словами пойдем в Ростов к старевичу Петру пусть и он поможет нам с помощью этих небесных воинов и была одержана победа над крымским ханом так хранил свое отечество от татар благоверный князь Александр Ярославович вся земная жизнь которого была посвящена той же заботе о хранении святой Руси от грозного завоевателя в 1491 году у Владимира произошел страшный пожар во время которого сгорел и храм где покоились мощи благоверного князя Александра во время этого пожара молящиеся увидели благоверного князя как бы на коне поднимающемся на воздух к небу и после пожара оказалось что несмотря на то что вся внутренность храма обгорела мощи благоверного князя остались неповрежденными огнем в 1541 году после праздника Успения Пресвятой Богородицы после окончания вечерней перед ракой мощей благоверного князя Александра загорелись сами собой свечи и многие из братья измолящихся с удивлением наблюдали это Панамарь Монасырский по простоте своей не усмотрел здесь чего-либо необычного подошел и затушил свечи а затем доложили о скучившемся настоятелю Архимандрюду Ефросину и когда он подошел к гробнице и ощупал одну из свечей то заметил что от нее распространяется особая какая-то теплота это чудо все поняли как особенное знамение святости благоверного князя Александра Монах рождественского монастыря старец Давид сильно и долго болел лежа на своей постели проливая слезы он молился благоверному князю Александру об исцелении вскоре он почувствовал облегчение усугубил свою молитву по окончанию молитвы он получил полное исцеление от своей болезни один сын боярский Семен Забелин проживавший в Скове был настолько болен что не владел ни руками ни ногами и совершенно не мог ни есть не пить имея глубокую веру к благоверному князю Александру о котором в древнем Пскове всегда сохранялось благоговерное воспоминание он стал просить домашних свести его во Владимир помолиться перед ракой мощей благоверного князя и здесь во время молитвы получил исцеление от своей болезни столько милости удостоились получить по вере благоверному князю болящие и озлобленные душою в 1724 году был установлен новый праздник 30 августа по случаю перенесения мощей благоверного князя из Владимира в Санкт-Петербург и ныне благоверный князь Александр Ярославович хранит Богом врученный ему удел Отечество наше и ныне близок и скоро послушлив он всем с верой призывающим святое его имя изливает свою милость и предстательство перед престолом Содержителя Бога ему же прославляющему святые своя честь и слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала